В прошлом видео я загадал вам загадку по поводу своей последней работы. Вот этой. Я спросил, а сможете ли вы угадать, что я пытался изобразить здесь? Сразу скажу, с фантазией у вас все в порядке, но, к сожалению, никто так и не попал в точку. Что ж, перед тем, как ее подорвать, я попытаюсь вам все объяснить. Картину я назвал «Ловец», и это собирательный образ, который я слепил из нескольких элементов, в основу которого лег, пожалуй, самый известный серийный убийца Андрей Чикатило. Как известно, большинство жертв попались к нему в лесополосе, там же он и люто издевался над ними. От него я взял глаза и некоторые очертания. Потом я обратился к царству насекомых, а в частности к паукам. Эти создания не ограничиваются одной паутиной. В их арсенале дофига изощренных приемчиков, которыми они могут принести неприятности, в том числе и людям. Короче, паучья морда – это основной телесный каркас во всей композиции. Ну а в нижней части картины расположилась винирина мухоловка. Да-да, это плотоядное растение, которое питается насекомыми. Цветочек заманивает добычу своим вкусным нектаром. И когда жертва тригерит волосики, которые располагаются внутри, то ловушка захлопывается и начинается процесс переваривания. В рисунке я расположил ее так, чтобы она выглядела как челюсти. Полотном для этой работы послужила старая Ксюшина раскраска. Она в какой-то момент забила на нее, и я подумал, а че добру пропадать. Закатал все грунтовкой. Правда, от кисти осталась небольшая фактура. Но этот вопрос легко решается с помощью наждачки. Кстати, возвращаясь к комментариям-отгадкам, некоторые из вас были очень близки. Даже хочу зачитать некоторые варианты. Илья Пономарев. В ней много разнообразных цветов, что говорит о неординарной личности. Много интересов. Но в то же время они не сходятся с интересами окружающих. Он в своем мире. Дмитрий Смирнов тоже нормально так цепанул. Очень болезненная и агрессивная цветовая гамма. Формы, напоминающие какой-то искаженный анатомический микс. И все это контрастирует с очень человечными глазами, которые лично мне даже как-то пожалеть захотелось. Мне кажется, речь идет о заболевании. Хотя и эта трактовка может быть неоднозначной. Иосиф Клещенко пишет. Как по мне, это все внутренние переживания, разрушающие человека изнутри, который смотрит из недр прямо тебе в глаза. Так, Даша Кухарчук. Тоже вижу человека в причудливой маске. Причем на таком контрасте. Маска немного бесформенная, имеет какие-то диковатые звериные черты. А взгляд осознанный и любопытствующий. Будто если представить, что мы смотрим на него, мы кажемся для него такими же странными, как и он для нас. Артемий Стариков частично попал. Кристальные глаза маленькой уродливой души. Ходит по лесу и ищет чем бы наживиться. Интересный такой вариантик еще и от Клима Романова. Террорист. Осознавший, что все учения ложны. Он стоит на коленях и молит прощения. Не у Бога. У людей, у собственной семьи, за все, что совершил. Очень близко. Но не совсем. Вы, наверное, заметили, что в последние пару минут попер очень посредственный визуальный ряд. Да. Моя нынешняя экшн-камера совсем плоха. Мало того, что постоянно дает сбой, так она мне еще и недавнюю сходку запорола. И вообще бяка нехорошая. А Ксюшенька не всегда может помочь со съемками. Работа, мать ее. Выходные у нас не всегда совпадают. Короче, на это ДР я решил сделать ход конем. Хочу взять себе новую пушку. При таком раскладе я смогу запечатлеть всю вкуснятину, которая происходит в нашей движухе. И вы мне можете в этом посодействовать. Ссылка на донат в описании. С миру по нитке и голому рубаху, так сказать. Всех, кто поддержал меня в этот важный момент, я отблагодарю лично. Даешь регулярный и качественный контент. Ну все, погнали взрывать. Я взял шестой корсарчик. Посмотрим, на что он способен. Можно приметить, что картина довольно глянцевая. Это да. Нашел у себя крополя лака для саун. Вот решил попробовать. Мне не понравилось. Какая-то слишком глянцевая. Блестит. Пизду я. Я думаю, что это лаковое покрытие будет довольно сильно защищать арголитку от волны ударной взрывной ебать. Подрамник сразу отъебнул. Ничего удивительного. Он просто на клею держался. Без саморезов, гвоздей, скрепок. Просто на клею. Предлагаю посмотреть повтор немножко с другого ракурса. Ну, вот такой вот результат. Продолжаем. Дальше я решил бабахнуть сразу четыре одновременно, чтобы в один раз разнести картину в клочья. Проблематично было спозиционировать фитиля для одновременной детонации. Но я подумал, что времени у меня хватит, поэтому оставил вот так. Подожглись только два. Ну и дальше в таком же духе я всадил в ловца всю пачку. Не знаю, какой-то странный ролик получился. Если он не оставил вас равнодушными, то оцените его, пожалуйста. Для вас секундное дело, а мне приятно. И вы мне поможете продвинуть мой канал. Куда теперь? Для симметрии. Наверное, сюда. Какой он страшный старт. Готовы? И чтобы не пропустить свежие видосики, жмёт не те колокольчик. Выпускаю их не так часто, поэтому уведомлениями вас не затрахаю. Это конец. Встретимся уже совсем скоро. Пока. Аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...